всем привет друзья и наконец-то настало время подвести какие-то итоги сегодняшнем видео я расскажу о всех парах которые у меня есть на данный момент в этом видео будут не все пары которые были на обзорах потому что некоторые из них я продал некоторые из них я просто продавал ну что есть то есть значит я решил сделать это видео именно в данный момент потому что затем у нас идет зимний сезон я буду вам рассказывать о куртках и о зимних ботинках и поэтому я вам расскажу впечатления которые у меня сложились за время использования моих кроссов они могли поменяться в хорошую могли поменяться в плохую сторону могли остаться абсолютно такими же какие были у меня обзорах все пары мы взвесим и поставим им оценки по naked boot score поехали так первые кроссовки это гель light 5 их использовал основном для бега использовал ну последнее время я не бегаю очень хорошие кроссовки стирал бесконечное количество раз огромное спасибо вот этой обработки не пойму до сих пор что это краска или какая-то резина которая прям очень сильно оберегала от грязище но слишком яркий цвет как можно видеть следы какие-то остались но в целом кроссовки очень хорошие да они сделаны из спилка но не из самого плохого спилка очень круто сидят на ноге очень удобная я их сильно раздолбал за время использования так что можно было бы мне взять их на пол размера поменьше очень удобные очень хорошие кроссы однозначно не на лето только на 8 ибо для лето они слишком жаркие и весят они 373 грамма не самый легкий результат но для винтажных кроссовок вполне себе типичный вес и следующий у нас на очереди это shadow 5000 и начать я хочу с того что та штука которую я сейчас держу в руках это тупо самый удобный предмет который был на моих ногах за всю мою жизнь я не могу сказать того же про new balance или про сантони дали вообще про другую какую-либо пару кроссовок ни в одних из них у меня нога не чувствует себя так уютно как в этих кроссах да некоторые мне кажется жестковатыми но для моего веса в 90 килограмм это идеальная амортизация они идеальны в соотношении стабилизация и амортизация качество материалов мягко говоря оставляет желать лучшего это спилок все-таки стирал их раз пять наверное вот можете видеть их состояние они не сильно убились я не знаю что нужно сделать с ними чтобы их убить внешний вид просто я тащусь от сайконе в будущем для именно повседневного использования я буду брать побольше этих кроссов и другие модели я уверен сайконе меня в этом не разочаруют 433 грамма до некоторым покажется тяжеловатым но опять же для меня вес обуви не играет никакого значения если она у вас конечно не весит два килограмма но в целом просто бомбические кроссовки adidas farrell williams pw вот ну это даже не носок это мешок для ноги я их использую для тренировок в зале и все в плане использования этих кроссовок на повседнев в летом это мягко говоря не самая лучшая идея дышит они также как и целлофановый пакет если бы здесь был сверху вместо этой ткани плане удобств единственное что в них спасает это только вполне неплохая амортизация но в остальном повторюсь это просто как чехол для вашей ноги которая абсолютно никак ее не стабилизирует идеально в плане практичности в плане обслуживания хотел сказать потому что я их стираю там по раза три в неделю они очень быстро высыхает и поэтому я их использую чисто для тренировок но в остальном это мягко говоря плохая обувь но что их спасает это вес можете видеть это 236 грамм они легкие как пушинка да есть кроссовки возможно полегче но это однозначно самая легкая что у меня есть коллекции и теперь полная противоположность adidas это с антони это хай топ с антони что я могу о них сказать ну это самое красивая пара которые у меня есть моей коллекции если вы хотите себе например work boots те же самые да или какую-то неубиваемую штуку но что-то поудобнее можете смело брать такую штуку посмотрите какое здесь офигенное абрагирование какое просто бомбическое качество материалов блин но это совсем другой мир это не типичные кроссовки это уже уровень хорошей классической обуви с офигенными внутренними материалами по удобству это вполне хорошие кеды в плане ходьбы если в плане статичной нагрузки я уже говорил стоять на месте просто в них это одно сплошное удовольствие нога у меня не грамма не устает и не чувствую какой-либо боли в пятке и тому подобное но в целом да это топ-3 определенно всех моих кроссовок я уже сразу вижу что вес будет у них ох какой немаленький до 594 грамма да это тяжелые хай топ и но поверьте это обувь которую можно наносить годами возможно не прослужит там 6 7 может быть 8 лет ну если конечно чередовать с другими парами и сразу же после хай топов у нас идут с антони кроссовки что хочу сказать в целом по удобству да они гораздо удобнее потому что они гораздо мягче в плане комфорта я бы скорее всего описал вернее рядом и ближе всего поставил с сайка не да они весьма жесткие но при этом они дико стабилизируют качество материалов тоже ну здесь вообще без комментариев можете все видеть сами все внутри просто на высочайшем уровне обувь которую вы берете тоже на очень-очень много лет да да если вы видите на скидке ну я взял за 7000 можете смело брать вы не разочаруетесь это бомбические кроссовки ну и вес у них я думаю тоже будет бомбический до 515 грамм это вполне тяжелую обувь но поверьте это обувь на очень многие годы 9000 диадора и опять же это самая первая диадора которая у меня появилась но я офигел а это их мягкость я не верил в то что обувь может быть настолько мягкой да они итальянские до качество швов очень хорошее просто отличное как и качество материала в целом но все равно можете видеть что со временем задник например тот же начинает облупляться качество до вполне хорошие внешний вид просто потрясные они реально большие в жизни такие как вы видите обычно на картинках конкретно данная модель она имеет в этом месте на изгиба замшу которая очень быстро ловит грязь но она не ломается с ней ничего не происходит офигенные кроссовки и при этом я думаю они могут быть вполне легкими давайте посмотрим 430 ну не самые легкие но если смотреть на их огромный размер то вес вполне себе ничего белая ты тут я уже начинаю заканчивать петь дифирамбы кроссовкам ибо блин но я очень много надежд возлагал на эту модель я думал что она будет дико удобной но удобства здесь просто нулевише они настолько дубовые что они до сих пор натирают мне мозоли я думал что это будут первые недели они не натирать какие-то там мозоли и так далее там подобно нет они не натирают мозоли до сих пор но на удобстве все минусы в них заканчиваются ибо в остальном это просто потрясные кроссовки это обалденное качество материалов и если вы поддержите эти кроссовки те же сантони вы не заметите какой-либо разницы в плане материалов в плане сборки ну это такая вполне типичная итальянская диадора то есть все на высочайшем уровне для кроссовок здесь задник кожаный и поэтому он не будет превращаться в какие-то там карточки со временем у меня такое ощущение что то штуковина просто неубиваемая я не знаю сколько буду времени носить чтобы одна у меня хоть немного начала проявлять какие-то признаки износа но к сожалению удобства в них все убивает поэтому если вы берете как обувь на каждый день то я бы его вам точно не советовал да и вес уже у них как мы видели в одном из предыдущих видео не самый легкий 440 грамм гамсол весит очень много но опять же повторюсь если вы берете их как лайфстайл кроссовки которые будете там надевать от случая к случаю то это того стоит а как обувь для ежедневного использования сто процентов нет диадора game low в принципе с ними ситуация примерно такая же как избегает это не самые удобные кроссовки но как кеды сойдет они однозначно гораздо удобнее чем белый хотя бы потому что они тупо мягче стоят они гораздо дешевле чем белый но при этом носила их гораздо чаще потому что за ними гораздо легче следить здесь не нужны какие-то дорогие пропитки если вы вымазались то пожалуйста просто протерли тряпочкой и все с нубу к это дело слезает абсолютно спокойно по качеству сборки они конечно не самый люкс нитки эти со временем начинают покрываться какой-то бахромой их нужно будет обрезать но в остальном за свои копеечные деньги за которые купил это вполне хорошие кеды то есть если вы фанат такой обуви на каждый день то я думаю с этими кедами вы не прогадаете весят они 392 грамма и как мы видим они даже легче чем те же билайт особенно если сравнить их новые ценники то геймлоу в этом сравнении однозначно выигрывает хумель это кроссовки открытие потому что если я не ошибаюсь у меня по-моему вообще самый первый обзор на российском ютюбе был в планете кроссовок очень хорошие всем советую брать эти кроссовки потому что на хэн они не постоянно проскакивает по дичайшим скидкам но при этом какие обувь это очень очень крутой айтем носила их в основном летом по вечерам если там ходил куда-либо гулять ну потому что они белые это не обувь на каждый день как вы можете видеть конкретно данное исполнение но очень удобный очень хорошо стабилизирует не вызвали меня прям какого-то вау но как кроссовки ну я не знаю к чему в них можно придраться возможно только к весу но давайте посмотрим ну 448 грамм можете видеть да они не самые легкие но в при этом как винтажные кроссовки вполне себе нормальный вес табл монки от русарди и у меня не было на них полноценного обзора ну просто потому что своего полного стокового ценника одни не стоят однозначно просто из-за их откровенно слабого качества как обувь на каждый день их тоже крайне не советую из-за их огромной толщины подошвы это кожаная подошва если все-таки хотите максимальное удобство то например я буду рассматривать для себя только резину но если вы все равно рассматриваете для себя кожу и только кожи допилить хотя бы профиль потоньше не такой громоздкий них носил за все время раз 6 какого-то конкретного ухода с помощью каких-то обрабатывающих средств за ними не велось их протирал только тряпочкой ну и пырскал внутрь дезодорантом нет нет они мне все-таки не понравились хотя по дизайну да они мне дико заходят как и все double monkey в принципе ну и давайте посмотрим сколько они весят пятьсот шестьдесят восемь грамм это дико много весь вес конечно здесь забирает это огромная кожаная подошва но опять же если их брать по дичайшим скидкам в районе там шести-пяти тысяч то да можно подумать но полноценный ценник сто процентов нет кеда от pantofolo dora что хочу сказать о pantofolo dora если их рассматривать по скидкам до к например как я взял их за 4000 при стоковой цене в 19000 до они вывозят за эту цену качество сборки при том что это итальянская модель откровенно средний но при этом качество материалов это выше уровень я здесь не спорю так же как и удобство нулевая амортизация но при этом статичной нагрузки это вполне хорошая обувь для использования от случая к случаю как например те же double monkey турсарди да но как повседневно обувь сто процентов нет можете видеть что здесь все-таки осталось у меня полоса не все-таки там чем-то задел в плане ухода они не вызывают каких-либо трудностей там максимум это дезодоранты их протирать иногда сверху и все никакой харизмы в эти кедах я не вижу то есть можете вместо них спокойно взять те же стенд смит и возможно это будет даже более выигрышный вариант и весить они скорее всего будут тоже немало 490 грамм да это очень много если не ошибаюсь те же стенд смит и по моему весят даже меньше так что ну ну такое на любителя трехсотки самая вентилируемая модель которая у меня когда-либо была в плане вентиляции они даже не сравняться с асиксами на которых у меня недавно был обзор самые удобные кеды которые у меня есть да конечно вот этот задник который здесь присутствует он первое время дико натирал просто дичайшие их не мог носить из-за этого но в остальном мы это очень хорошие кеды эта версия рейнджинирит но я обязательно возьму себе и обычные трехсотки ибо ну ребят это просто божественно лучший кед я у себя в жизни не видел чему здесь можно докопаться ну к тому что во первых если ты их стираешь что они дичайше долго сохнут да даже несмотря на то что здесь очень тонкий материал он все равно очень и очень долго сохнет потому что это ноутбук это конечно на любителя но здесь со временем начинают появляться вот такие морщины ну тупо потому что это ривлайт это одно из его таких негативных свойств но остальном впечатление только положительное на лето это маст хэв привести они я думаю буду целом немного 276 грамм как бы многие могут сказать что это не самый легкий вес но вы могли видеть результаты кед который взвешивал до этого для кед они дико легкие или кок спортив я их взял за копейки но ребят это пара которая сделана во франции это высочайший уровень исполнения я в этом не занимаюсь и до сих пор кожа но бук кожа но бук но в плане материалов как в плане сборки здесь вопросов никаких нет единственного вопроса конечно это в плане удобства это гибрид нескольких моделей то есть это современная модель сделана по ретро мотивам и они могли бы сделать ее поудобнее но это вполне обычные кеда конечно не такая трагедия как сбил айт но хоть какая-то амортизация здесь присутствует они не самые броски но при этом они довольно универсальные по каким-то диким скидкам я думаю их можно было взять но стоковый ценник у нас бы в россии не бы стоили около 1015 сто процентов нет ну и в целом ликок спортив не оставляет вполне положительные впечатления очень хорошие кроссовки этом все ребят как всегда пишите вопросы в комментариях и на них с удовольствием отвечаю если вас остались какие-либо дополнительные вопросы по обуви по каким-либо другим темам пишите я всегда буду рад на это ответить всем счастливо